Встречает в своем возрасте подобными вещами. Это грубейшая ошибка Домицы и удар по воротам. Гол! Маура Икарди забивает пятый мяч в этом чемпионате. Грубейшая позиционная ошибка обороны Удинезе. И вот, пожалуйста, Маурицо Домицы, человек, который мы уже вспоминали о том, что он провел всего лишь один матч в нынешнем сезоне. Вот именно он подводит сейчас свою команду очень и очень сильно. И вариантов, честно говоря, заменить его около Антуона никаких. Борьбу он проигрывает вчистую в данном случае. Ну и, конечно, Карнези смог сыграть и получше в этой ситуации. Передача назад, конечно, тоже не восхищает нисколько. Потому что Домицы, наверное, был и не слишком готов к такому подарку для Интера. Как Домицы ошибается. Еще раз Йоветич! 2-0! Маурицо Домицы передает большой привет всему Фреуле. Обидно, очень обидно за этого ветерана, потому что достойная карьера. И два таких привоза демонстрирует Удинезе, что просто-напросто победу сам отдает Интеру. Ситуация-то вообще, на самом деле, не располагала к каким-то проблемам. Зачем так играл Маурицо Домицы, глядя за тем, что рядышком совсем находится Йоветич? Ведь можно было просто-напросто отправить мяч в аут. Вот здесь вот. Не назад играть, а в другую сторону. Почему к воротам-то? Но только что ведь была грубейшая ошибка со стороны Фернандоши. Икарди! И супер-гол Маури Икарди! Вот вам десерт на закуску. Дубль Маури Икарди. Шестой его гол в нынешнем чемпионате. И самое главное, с каким холднокровием он исполнил этот удар. Не очень понятно, как Корнезис пропустил его. А, ну а опять Удинеза отдает передачу сопернику. Все как всегда. В ближний угол запускает Корнезис. Опять же оправдывает его оплошность партнера, который отдавал мяч назад так неаккуратно. Может быть не успел среагировать, не ожидал такой оплошности. Но три гола себе Удинеза привез сам. Я, честно говоря, давно уже не видел таких матчей, чтобы сложность проведила состав 4-0. Но это уже, конечно, издевательство полнейшее. Ну и кто у нас? Брозович, да, по-моему, забил. Второй гол Брозовича. Обыграл и Денилсона, и, конечно, по фантастической дуге послал мяч в дальний угол. Гол, конечно, на загляденье. А вот потом, после таких игр, берут и снимают тренера. Хотя, честно говоря, за что сегодня снимать Калантуона, я не очень понимаю. Калантура.